Все школьники, которых собрала эта необычная смена в лагере Сивень, креативны и талантливы, поэтому и программа для них разработана соответствующая. Встречи со знаменитыми людьми Мордовии, различные мастер-классы, да и просто общение друг с другом. Ребята уже запросто здороваются, а бывает и общаются на разных языках. Это и есть самое настоящее взаимопроникновение культур. Помимо того, что ежедневно дети занимаются знаниями о языке, то есть получают уроки по изучению языка, и помимо этого еще входят в программу вот такие мероприятия, как экскурсия, мастер-классы и встречи с поэтами и с писателями. Поездка в лагерь – награда для тех, кто показывает высокие результаты на Олимпиадах по родному языку, изучает язык, увлекается литературой на своем национальном языке. Многие ребята здесь уже не впервые. Сергей Лазарев и Зульеновском можно смело назвать старожилом лагеря. Он здесь уже в пятый раз. Впервые приезжал еще учеником. Мордовия его впечатлила настолько, что образование молодой человек продолжил в Институте национальной культуры. Я сам по национальности Мокша. Ну, так вот сложилось, что не разговариваю, конечно, но этот язык мне очень интересен, и я хочу изучать его, потому что можно что-то сказать, а вот другие не поймут. И то есть как бы по секрету получается. Но я стараюсь потихоньку, по два-три слова в деньги, а стараюсь учить. Этнолагерь из года в год пользуется популярностью. Доказал свою актуальность. Живя бок о бок, общаясь друг с другом, ребята в доступной и непринужденной форме получают новую информацию. Втягиваются в богатый мир народной культуры. Этнические смены стали ежегодными. А лагерь «Севень» – любимое и популярное место отдыха и развлечений. Лина Буянкина, Сергей Соколов. Народные новости. Краснослободский район.